Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении жизни от Академии Счастья. Мои ежедневные видео направлены на то, чтобы каждый человек мог понять, как ему лучше действовать. И эти действия, важно, чтобы исходили из осознанности. Поэтому, когда я говорю, что важно понять, как действовать, это именно о повышении осознанности. Потому что мы каждый день делаем что-то, что как-то двигает нас по пути жизни. И эти движения могут быть осознанными, либо нет. То есть осознанными я имею в виду, когда мы понимаем, что мы делаем, как делаем и зачем это делаем. И видим наши перспективы будущего. Конечно же, мы делаем это из момента здесь и сейчас. Потому что чем больше внимания находится в настоящем моменте, тем, соответственно, мы сможем найти самые лучшие и правильные действия. Еще тут важным фактором является такая вещь, как совесть. То есть я понимаю под совестью ту весть, которая идет к нам от высшего я. То есть от тех планов я, которые находятся за пределами игры и которые помогают нам видеть эту жизнь во всем ее многообразии и великолепии. И вот тогда, когда у человека вот эта совесть присутствует, когда человек чувствует взаимосвязь со своим высшим я, то тогда он действует действительно осознанно и верно. А эта совесть как раз открывается, когда у человека происходят моменты осознания, озарений. То есть когда человек внезапно понимает какие-то вещи, которые он раньше вроде бы знал, но не понимал в полной мере. То есть оно было у него, но было спрятано. И когда происходит такой момент соединения, происходит как раз это озарение. То есть человек внезапно понимает, как ему действовать. То есть это не просто какой-то логический вывод, а это именно такое внутреннее понимание жизни, которое человек вдруг так раз внезапно понимает. «А как же я этого раньше не знал? Вот на самом деле так. Я же теперь знаю, что если мне сделать это, то вся жизнь изменится». Вот. То есть и в эти моменты происходят такие, можно сказать, кардинальные изменения жизни. И такие озарения могут происходить человеком, конечно же, и в обычной жизни. Но зачастую человек так погружен в свои негативные мысли, заряды, эмоции, что таких озарений просто не происходит. А человек движется по наклонной такой плоскости, вниз, 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 ему становится обычно хуже, хуже, хуже. И потом к старости бывает человек просто уже настолько, ну скажем так, даже не физически немощен, а психически уже неустойчив, то есть у него нет той мудрости, которой он мог бы светиться к старости. А скорее появляется состояние такой какой-то, ну я же говорю, немощности, слабости, у кого-то злости, у кого-то еще какие-то включаются вещи. Но этого всего можно обойти и избежать, если двигаться по пути вверх, то есть по пути к мудрости и осознанности. И вот как раз процессинг счастья, которым я занимаюсь уже более 20 лет, он помогает человеку приходить к таким озарениям и пониманиям. Потому что мы разбираем те эпизоды жизни, где у человека что-то пошло не так. Это могут быть какие-то болезненные эмоции, ощущения, травмы в прошлом. Как физически, когда человек, например, получил травму, попал в аварию или где-то упал, так и, конечно, психологические травмы, там, где человека кто-то подавлял, где были негативные эмоции. То есть мы это все перепроживаем, перепроходим. И за счет перепрохождения происходит как раз точная копия воспроизведения того, что было с человеком. И когда происходит вот этот момент воспроизведения, человек вдруг внезапно понимает, почему, как с ним это произошло. И к нему приходит как раз вот это озарение, новое понимание жизни, как действовать. То есть и уходят, самое главное, те вот негативные эмоции, постулаты, которые у человека остались с этих случаев. Потому что таких случаев на самом деле очень-очень много. А если взять еще и прошлые воплощения, то их накопилось уже действительно огромное количество. Конечно, если это все не отбрасывать, а действительно разбирать и проходить, то у человека будет с каждой сессией появляться все больше осознанности, все больше озарений, и все лучше он будет понимать целую жизнь. Поэтому я сам занимаюсь этой практикой на ежедневной основе и рекомендую другим. Почему? Потому что когда человек сделал одну сессию, получил озарение, это, конечно, здорово. А когда человек вводит в жизнь свою вот это, делает ежедневной практикой, то, конечно, у него происходят эти озарения ежедневные. То есть у него жизнь налаживается. То есть ему больше не нужно, например, употреблять алкоголь, курить или употреблять какие-то еще другие вещества для улучшения своего состояния. У него просто состояние улучшается за счет ежедневной практики. И это состояние будет улучшаться с каждым днем. Конечно же, важно при этом, скажем, очищать свой организм, то есть правильное питание свежими овощами, фруктами, зеленью, прогулки на смежем воздухе, занятия гимнастикой, спортом. То есть все это важно. Это все как части одного целого образа жизни, такого экологичного образа жизни, который помогает человеку улучшаться и помогает улучшаться всем нам. Потому что вы, ну, когда улучшаетесь, своим примером показываете своим детям, родственникам, друзьям. И также и другие люди подключаются. А когда таких людей, которые занимаются духовной практикой, становится очень много, жизнь начинает меняться. Потому что чем больше таких светлых осознаний, тем лучше жизнь у каждого из нас и в обществе в целом. Вот поэтому я и рекомендую это. То есть цель создания Академии Счастья – это как раз улучшение на общем уровне, на глобальном уровне, когда наша игра будет такой радостной, целостной, что мы будем каждый получать от нее наслаждение, радость, счастье, умиротворение. И будем вместе играть в игру, которая основана на сотрудничестве и взаимопонимании. Поэтому, друзья, кому интересна такая игра, пишите мне прямо в комментариях под этим видео, что интересно, хочу узнать больше. То есть буду рад познакомиться с этим. Заходите на мой сайт академиясчастья.укр. И можете, конечно же, добавляться в друзья в соцсетях. Все мои контакты, моих соцсетей в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Твиттер – все будут опубликованы под этим видео в описании. Я открыт к общению, буду рад вопросам, если появились какие-то вопросы в результате видео. И, конечно же, если видео вам понравилось, то там поставьте «Нравится», палец вверх, поставьте колокольчик тоже, чтобы канал выдавал вам данные о новых видео, которые я записываю почти ежедневно. И поделитесь видео с друзьями, потому что, я уверен, им тоже будет интересно узнать новое о себе и о том, как улучшить жизнь. Сегодня в 19.00 у меня будет прямой эфир. Так что буду рад видеть каждого на прямом эфире, где я подробнее расскажу о практике процессинга, об улучшении жизни и о том, как это можно действительно применить именно в вашей жизни для улучшения состояния. На сегодня это, пожалуй, все. Вам добра, здравия и до скорой встречи!